Друзья, доброе утро! Сейчас я, знаете, куда пойду? Пойду в спортзал. А кто у нас в спортзале? А в спортзал у нас пошла заниматься Аня. Представляете? Хочу ее снять, как она будет заниматься, посмотреть на это дело. Интересно? Пойдемте посмотрим. Кто это у нас тут? Милана. Ну? Доброе утро! Молодец! Все, некогда ей. Она переодеваться, видите? Ну давайте пойдем потихонечку по лестнице спустимся и подснимем, что они там делают. Она вроде должна быть с Анной, соседкой. Сверху. Пойдемте посмотрим. Долго они собирались, собирались, но все-таки решились. Вчера, когда у нас был день красоты, мы ходили по салонам, она купила себе даже спортивную одежду. Пойдем. Пойдем, она здесь. Друзья, мы пришли. Зал здесь. А ее нет. Милана, где твоя мама? Мы не знаем. Вот и сняли. Видите, мы их поймали. Дома, наверное, расскажет нам сейчас, как она занималась. Пойдемте дома посмотрим. Ну, правда, честно говоря, мы встретили, шли пешком, встретили Анну, соседку, которая с ней знала. Она сказала, что тяжело. Они не нашли пульта от кондиционера, поэтому в такой жаре не смогли тренироваться. Сейчас посмотрю, почему не могли его найти. Не нашла свою маму? Значит, домой мама пошла. Значит, уже позанивалась, да? Нормально. Сейчас мы у нее расспросим. Пойдемте, друзья. Сказали нам, что она в бассейне. Решила фитнес поменять на плавание. Ну, точно, смотрите, плавает. Девушка, как-то вы быстро. Я чуть не умерла там. Мы пульта от этого не нашли. От кондиционера. Мы с Аней поднанимались в три ручья. Я пришла сейчас плавать. Только пришла вот. Видите, опять охотники за приединениями травили комаров из люков. Вот видите, какой дым идет. Я уже показывал, они открывают люк. Туда такой специальной пушкой дымят и закрывают обратно. Это убивает личинки комаров. Вот у нас, смотрите, какие изменения занавески провесили. Теперь вообще у нас все по красоте. Не удалось, друзья, нам показать, как занимается спортом Анна. Ну, ничего, не последний день. Она еще есть почти месяц будет. Ну, три недели-то точно. Поэтому мы еще все увидим. Все впереди. А сейчас мы договорились с Сериком. Он покажет наши гости Ирине и Сталина. Она тоже вроде хочет посмотреть квартиры. Но раз она здесь, заодно уже. Друзья, жду девочек. Сейчас мы поедем, посмотрим несколько квартир. Я думаю, вам тоже это интересно. То есть я снимаю уже нашу жизнь. То, что мы сами видим, то и вам покажем. Еще раз скажу. Я не занимаюсь продажей квартир. Поэтому мне вопросы задавать по цене, какие-то там правила или законы. Я не знаю. Я оставлю номер человека этого Серика. Или номер нашего агентства, где мы покупали. Все вопросы вы можете спросить у них, решить. Они вам профессионально четко ответят. А я просто показываю то, что вижу, так скажем. Все, сейчас ждем девочек. И поедем. Им тоже, ну, жутко интересно посмотреть квартиры. Особенно первая Литора Резиденц. Мне как бы самому очень нравится. Я бы там хотел себе квартиру. Этот район Каргаджак мы сейчас поедем. Друзья, вот кто. Это Анна. Hello. Она тоже едет с нами. Друзья, это Ирина. Это наша старая подруга. Она тоже едет посмотреть квартиры. Все, машину поехали. Серик нас ждет. Друзья, мы едем в конце Махмутлара. Сейчас вот откуда автобус выезжает, это уже будет граница. Натнется Рен Каргаджак. Чуть немножко дальше вперед. И наша первая локация там. Вот отсюда пошел Рен Каргаджак. Здесь в начале, видите, сразу низкоэтажная застройка. Но здесь справа слева, ну, слева вернее, это жилой дом. Справа тут пойдут сейчас гостиницы. Ну и слева тоже. По этой улице. Мы едем вперед чуть дальше. Здесь справа новые дома. Тут строятся и два построенных. Ну, не знаю, мне не очень нравится расположение. Они прямо между двух дорог. И заправка там еще большая. То есть, видите, район строится, облагораживается. Рано или поздно здесь, конечно, все будет красиво. Ну, а мы едем сейчас вот именно туда. А если кто смотрел, где вот брату мы подобрали квартиру. Вот в тот район. Вот этой основной дороги мы поворачиваем влево. И вот к вопросу тому, кто хочет знать, есть ли есть магазины. Да, вот сразу в начале, видите, лавка с овощами. Впереди А101 магазин. Ну и такие всякие по мелочи есть магазинчики. То есть, ну, дорога нормальная в том плане, что тротуар хотя бы есть. Видите, с правой стороны тротуар. Вот всякие хозяйственные магазинчики. И вот тротуар, по которому нужно пройти. Зато виды впереди, посмотрите, какие они. Вот это перьеро-империал гостиницы. И вон уже красивые дома. Это вот уже Литора-резиденция. Наша первая локация, скажем так. Что мы посмотрим. Вот они, друзья, справа. Очень мне нравится, честно говоря, этот комплекс. Хоть на заборе написано Литора-резиденция. Здесь есть машина. Друзья, вот он, Серик. Еще раз чудесный человек. Добрый день. Добрый день, тебя познакомлю. Это моя дочка Анна. А это вот Ирина. Она из Сталина. Она тоже хочет что-то, но еще как бы не... Не определилась, но хочет. Ну, мы идем посмотрим. Так что, друзья, еще раз скажу. Ко мне вопросов не надо. Вопросы к Серику. Его телефоны я ставлю прямо на видео и под видео. Вы все будете видеть. Любой вопрос интересующий. Все к нему. Все, пойдемте посмотрим. Ну, давайте, вот, друзья, заход. Это Литора-резиденция. Заход в нее. Так, единственный минус Литора, это вот паркинговая площадка. Ну, вот эта вот. Ну, хотя бы что-то есть. У нас вообще ничего нет. Да, только вот эта. Ну, видно, что за комплексом ухаживают. Здесь реально красиво. Пойдемте. Комплексу примерно 6 лет. Вчера одни гости посмотрели. И когда я им сказал, что комплексу 6 лет, они просто не поверили. Сказали, говорят, точно, говорят, не точно. Видно, говорят, что года нет. Я говорю, нет. В 15-м году было закончено. Ну, 6 лет комплексу. И как ухоженно вы, наверное, посмотрели, как вот эта вот... Видите, как вываливаются через забор. Это как бы красиво. Поэтому давайте с этого... Идем с вами. Посмотрим территорию этого комплекса. Первый этаж. Здесь, как бы, сейчас управляющая компания сидит. На самом деле, первый этаж, это вот эти два этажа, как гарден-дуплекс идет у них. Вход с верхней стороны, снизу у них идет спальная комната. И вот эта вся территория к ним прилагается. Поэтому, в первую очередь, здесь продавалось первым этажей. Сейчас там посмотрим, где вот объекты, где люди живут. Потому что здесь сама управляющая компания сидит, как офис. А здесь у нас социальные, ну, активити. Это бильярдный стол, настольный теннис, там, ну, там. Также есть фитнес-зал и этот, сауна. Парная комната внизу. Все, больше так ничего нет. Нет у них амамов, ни... Это именно здесь. Смотрите, как красиво, да? Вы плаваете в бассейне и любуетесь вот этим видом. Это ж вообще... Словами-то не выразить, это надо посмотреть. Не знаю, передаст вам камера это все или нет. Здесь, знаете, можно просто вот лечь на лежак, повернуть его в ту сторону и просто лежать и смотреть. Вот реально ничего не надо. Ветерок легкий вас обдувает здесь, горы, здесь не так жарко. Вот этим навесом лежишь, смотришь. Нырнул, окунулся, вылез. Опять получаешь эстетическое наслаждение. Давайте дальше посмотрим. Утро пробки я ехал, попробую. Здрасте. Да. То есть площадь позволяет. Да, здесь... Идемте, друзья, в квартиру. Видите, как все ухожено. Как и, ну, пальмы здесь все подстрижено, кустики подстрижены. Вот который раз сюда приезжаю и поражает, что вот, ну, все... Все очень хорошо здесь. Давайте заходим в корпус С. Начнем с дуплексов. Да. Т плюс один. Сейчас вот мы идем смотреть дуплекс. Так, а еще одна особенность комплекса, это складские помещения у каждой квартиры. Это вот первая квартира, это вторая квартира. И так закрываются на ключе и его можно хранить. Все эти велосипеды, коляски, полезки. Да. У всех квартир есть такие ладовки. Восьмая квартира, мы проходим. Друзья, это дуплекс. Это золотые. Здесь коридоры, если вы на лифте не ездите, занимаетесь портаном, то можно мешочком с видом. Заходим. Вот такая тупая скалитованная зона. Здесь и отдельная зона кухни. И сможем так в столик поставить. Даже можно здесь, но здесь заставить. Вот такая ванна, слушай, поставить здесь можно. Запад, конечно, включен. Стрельно снять. Здесь есть балкон, такой, скажем так, технический. Это все нет, да? Да, да, все, все так. Вид вот здесь такой. И вот здесь кондиционеры спрятаны в такую специальную задушку. Можно поставить до двей какой-либо. Проточная водонагреватель. Здесь, да, если закрыть, то вообще будет не слышно. И вид, конечно, это ничто не заменит. Машины у нас все готовы. Все новое. После ввода в эксплуатацию 5 лет гарантий. Потому что я здесь несколько квартир продавал. Я, как бы, новые хозяева. Сами принимают. От БЭКа приходят. Все. Включают, проверяют. И после этого они принимают, так скажем, в квартиру. Ну, все от БЭКа. Посудомоечная машина. И выдержка. Мы из большой комнаты, друзья, выходим на такую террасу. Терраса 25 квадратных метров. С боков она застеклена. И впереди можно застеклить. Вот такие вот примеры, видите? Все пока закрыли. Вот у них у соседа. Видите, какой большой балкон вообще. Ну, это не такого нет. Реально еще одна большая комната. Здесь, друзья, на первом этаже. Это какая-то совсем небольшая спальня. Я бы поставил кровать, наверное, вот так. Да. Чтобы лежали, бомбаться. Голос, да? Вид, да, открывается в окно шикарно. Здесь тоже окна в пол, то есть можно проверить. Сырости не будут. Как в наших советских квартирах, так скажем. У нас же как бы без окон, без ничего ждем. Драсса, душ. Все есть. Со всеми наполнениями. Даже вот ассессуары. Даже для полотенчиков, для туалетной бумаги. Все. Для халата. Пойдемте на втором этаже. Там везут на гостей прийти. Да, да. Из большой спальни хозяйской можно войти. Ванная комната. Ванная комната, конечно, шикарная. Здесь еще душевая. Туалет. Отсюда же и выход на балкон еще. Это четвертый идет самая. Вот там мы прямо вот вверху оказались. Вот в таком стиле можно... Видишь, маркизы поставили? Да, да, да. И все. И все. И балкон такой опоясывающий он по всему середину. Да, вот так вот ужасно. Да, вот так вот можно гулять. Я не знаю. Ну, в принципе удобно. И шланга вовле. Мы идем вокруг всей квартиры, да. Ну, и рассоединение, что скажешь. Не, понравилась квартира, конечно, шикарная. Что ты скажешь. Отдельно комнаты есть. Самый главный. Самый главный, очень шикарный. Наедине с самим собой, с природой. Во-первых, во-вторых, сейчас праздники у нас. Вся функция здесь. То есть здесь, если... Сами в 30 тысяч проживают. Полтора миллиона. Вся функция здесь, одним словом. А в городе сейчас хаос творится. Я пока сюда ехал где-то час. Обычно за 15-20 минут. О, а здесь тишина. Да, я хотел сказать, чувствуешь, как тихо. Да. Тишина перевод не слышна просто. Никакого шума. Да, когда идет дождь, хвойный запах прям сразу же. Все ходят. Также здесь вот эта вот дорога. Станет остановка. Автобус есть, когда взят, он, наверное, едет еще и дальше. А он тут хоть часто ходит или один раз? То ли в 40 минут, один раз, то ли в 20 минут, что-то такое есть. Есть также приложение «Убит». По нему можно смотреть, когда он приходит. И тогда к этому времени можно выходить. Просто по локации, по каждому даже. Да. В принципе, на выходе есть вот эта желтая кнопочка. Такси. Нажали, вызвали и можете поехать. Это что-то срочное. Обеденность. Пускай, смотри. Да, сюда большую обеденность. То есть отсюда готовишь. Здесь можно такие-то вармы, сюда большой обеденность. Зимой. Так-то на самом деле там все время тушить на балконе можно. Потом сюда, допустим, тройку дивана. Какой-нибудь... Если там застеклить, можно все вынеси туда. Вот, я вообще как бы... Зимой лет. Зимой лет. Ты зиму говоришь, представляешь нашу зиму. Да, зиму. Идус 30. Здесь плюс 20, так что здесь комфортно. Осень и весна. Нету зиму. Да, здесь очень маленький. Здесь, как говорит Ира, вечная весна. Побезло. Он вот такой готирочный. Здесь вот, да, стол. Да, терраса, балкон просто... Ну, врачительный. Еще комната. Друзья, заходим ниже этажом. 2 плюс 1. После, конечно, дуплекса. Под камер, под цветом. Цвет красивый, да? Вот так по кругу идет. Синий. Здесь и под цветом, и споты дополнительно. Да, споты. Ровно экономные. Здесь санузик. Один санузик. И здесь старая санузик. Это мастер в этом. Ну да, этот партнер чуть-чуть хуже, более чем. Конечно, да. Здесь паскар санузик. Да, здесь санузик. Здесь санузик. Здесь можно сложнее место. Конечно, конечно. Тут один или иной будет. Даже вот этот санузик побольше. Это хозяйская санузик. Из хозяйской спальни есть выход на балкон. И вот санузел. Балкон небольшой. Вот здесь все. Так, и вот холл и кухня. Вот эта кухня на ножках, да, мне нравится. Она такая воздушная. И тоже это большое окно открывается. То есть, там моешь посудку с таким видом, да? Ничего не будет делать, если ничего не отрезать. Можно не оправить, да? Там видишь, там детей своих и еще что-нибудь. А это посудомоечная, да? Да, это посудомоечная машинка. Да, и буховка. Буховочка, все. Даже микролон. То есть, все уже подключено практически? Все готово. Они просто приедут с ТЭХА, семьючный центр, и все это сдать. И все, прийти, и 5 лет и ранее. Ясно. Мне нравится моя мечта. Единственное, я не понимаю, кухня занимает полкомнаты. Как вы распределите? На подъезде вот эти цветочки. Тушки отработают в будине. Потому что он любит это. В салате. В два года. Ну, то есть, в полтора раза. В полтора раза. В общем, красота. Вид, конечно. С этого балкона уходить не хочется. На этот вид смотрел бы и смотрел. Ну, вот, друзья, мы посмотрели две квартиры. Давайте спросим сначала у Ани, что она скажет. Что ей понравилось больше, что ей не понравилось. Ну, что, дорогая, тебе понравилось? Нет, у меня квартиры мне очень понравились. И дуплекс, конечно же, понравился. И которая на одном этаже. Вот эта трехкомнатная получается, да? Два плюс один у них. Тоже очень понравилась. Мне понравилась и кухня, что она такая на ножках. Там прям робот-пылесос может проезжать. Мне обе квартиры понравились. Мне единственное, может быть, опять же, как молодежи, скажем так. Мне вот, я не понимаю, что я вечером буду делать. Вот куда я пойду гулять. В Махмутларе я вышла, я пошла гулять. Я пошла в тусню сходила. Кофе попила. С кем-то встретилась. Что-то поделала. А здесь я вышла. Бананы, бананы, стройка, тьма, идешь. Вот для меня эта квартира обалденная, да, обе. Вот инфраструктура у меня нет. Ира, что скажет? Мне квартиры понравились обе. Ну, конечно, вот это дуплекс, да, называется. Грунчика. Понравилась больше вот эта дуплекс квартира. Там и кухня мне понравилась очень так уютненько сделана. И комната жилая, и балкон. Ну, все, все идеально. То есть, практически там в каждой комнате есть свой санузел, туалет. Это все вообще шикарно. И можно выйти из комнаты прямо на балкон и по кругу ходить, даже не мешая остальным. Мне эта квартира вообще очень понравилась. Там метраж хороший, 200 с лишним метров. Вот. Вторая квартира тоже шикарная. Но мне больше все-таки та первая понравилась. Что касается тут инфраструктуры, да, немножко это далековато. Я тоже так считаю, что хотелось бы выйти куда-то вечером погулять или просто так посидеть, где-то встретиться с кем-то, попить кофе. А здесь, ну, некуда пойти. Да, теплицы с бананами. Хорошо, а если у тебя машина? Если машина, другое дело, да. И это вот все меняет сразу. Ну, все-таки, все-таки, даже если идти пешком, ведь, правда, здесь нет горы. Ты идешь все-таки по прямой. Потому что рыжак, он на сильных горах. Я вас провезу, потом покажу. Да, ну, посмотрим, да. Ну, конечно, если солнечная погода, если жарко, пешком особо не погуляешь по такой жаре. А если есть машина, это все решает проблему, решает все вопросы. Сел, поехал. А так здесь очень тихо. Воздух чистый, вид шикарный. То есть нет такой городской суеты, нет этого шума. И это плюс. Ну, то есть, как посмотрите. Надо выбирать. Кому что. Вот. А квартиры хорошие. Друзья, посмотрели с вами две квартиры. Один дуплекс. Одна, два, плюс один. Ну, вот Ира для себя как бы смотрела. Ну, я еще раз говорю. Все вопросы к Серику. Оставлю его телефон, оставлю его канал. Под видео и на видео. Так что вопросы задавайте ему не мне. Я мало что знаю о недвижимости. Так что вот, этот человек. Да, этот комплекс просто стал любимым для многих. Вот даже вот столько подписчиков от Сергея ко мне обращаются. Насчет той самой даже проданной квартиры. Несколько раз там даже очередь выстроилась некая. В случае отказа, чтобы позвонить мне, я куплю. Типа, поэтому, да, пишите, звоните. Заехали, друзья, наверх сюда, к ривьеру, гостиницу. Показать девочкам виды. И виды. Как вам, а? Там море впереди. Пятерок немножко. И вот отсюда хорошо видно Голд-Сити. Вот он. Виллы, конечно, шикарные. С таким видом, представляете? Друзья, доброе утро. Новый день. Голос у меня еще, как слышите, так себе. Сегодня утро. Вот сейчас нас соседка попросила отвезти в метро-магазин. Возьму вас с собой. Нам тоже вроде надо, как. Аня решила не ехать. Поедет Ира, подруга, и соседка Алектина. Съездим, посмотрим, что там есть. Что-нибудь интересненькое. Не знаю, показывать вам, не показывать. Метро, наверное, знают все. Большой магазин, где можно купить все. Ну, посмотрим. Может быть, включу, покажу что-то интересное. Сейчас жду наших, так сказать, попутчиков. И мы поедем. Одна наша попутчица Ирина и вот Алектина. С ними мы едем в метро. Мы в метро. Вот он, большой магазин метро. Пойдемте, посмотрим, что там есть. Здесь вход Дамаска обязательно. Мы пойдем. Вот такой большой магазин. Думаю, метро знают все его. Нет, наверное, смысла показывать. Здесь садовая мебель. И так и пошло. Там и телевизоры, и одежда. Товары для дома, для хозяйства. И там продукты. Да, и алкоголь есть. Очень большой и хороший магазин. Друзья, всегда, когда здесь, мне прикалывают рыбы. Сколько здесь рыбы. Посмотрите, она разная. Вот какая она здесь. Красавец. Рыбы жутко много. И всякое разное. Тут можно, короче, пробовать. Целый год разную есть. Все время рыбы, да. Ну, самая популярная вот Дорада по 45. Она сегодня. Да, рыбы, конечно. И вам, Юра, еще раз повторю, здесь почистят, помоют. Вы домой придете только посолите, поперчите и в духовку. Красота. И есть и лосось, пожалуйста. 9, 40 и 13. Филированный 13. Почти как у нас. Еще есть 12. Парезные пускали. Всем привет, друзья. Сегодня у нас плов. Девочки, то есть Ира и вот еще одна Ира, они решили сделать плов. Я сходил наверх к соседу, взял казан. Мы посмотрели несколько роликов на ютубе, как правильно делается плов. Попробуем. Получится, не получится. Пока они режут лук и морковку. Вот, друзья, наши девочки. Они тут занимаются нарезкой. Это Ирина. Это еще одна Ирина, которая уже знает. Девочки-кухарочки. Да. Смотрите, вот они режут морковь. Соломкой, не просто режут. Красивой. У нас еще есть. Дальше у нас есть лук, уже порезанный. Казан, вот, кстати, покажу вам, какой казан я взял. Настоящий прям казан-казан. Мясо. Вот, ну и мясо. Так как баранину, допустим, Аня не ест баранину, Ира тоже баранину не ест. Поэтому плов у нас будет с говядиной. Он даже рассказал нам свой рецепт приготовления плова. И сказал, я вам сделаю и шафран здесь, и зира, и не буду умничать. Много разных. Много, да. Несколько, шесть колбачков он вот так совочков брал наш. Ну и, конечно, без риса никак не обойтись. Вот, будем делать. Честно говоря, это так заботливо. Лучше провести время на пляже, чем у тебя там. А еще не понравится. А еще лучше заказать, да. Например, здесь стоит 3 килограмма 25 евро. А мы вот две кухарочки сидим, мучаемся. Молодые придут и вдруг скажут, фи нам невкусно. Что мы им сделаем, Ирочка? Одинем на голову этот казан. Мы так не сказали. Это Серега сказала. Это не мы. Заставим скушать. Вот и все. В общем, друзья, буду вам показывать весь процесс, пока идет нарезка моркови. Как начнем делать, зашкварчит, я буду показывать. Так, друзья, засыпали мясо. Смотрите, покажи поближе. В раскаленное масло мы засыпали полтора килограмма говядины. И будем немножко ее ждать, пришпарим, так сказать. Турак готовит. Нет, русский готовит в Турции. Первый раз в жизни. Делает плов. Друзья, мясо наше подходит. Но у нас так как бы не подварилось. Не сжарилось. Ну, Ира тут рис промывает. Промываю, буду еще кипятком его обдам. По всему рецепту конька-гарвулька. Друзья, наше мясо продолжает шкварчать, кипеть. Ну, говорят, время... Это чайник запищал. Время лука. Вот мы теперь сюда добавляем лук. Вот так вот. Ира резала, ревела. Да, угадайте, кто резал, кто ревел. Да, Ира ревелась. На два года вперед. Мишала. Лук добавили. Начинаем перемешивать. Тщательнее перемешиваете. Тщательнее, естественно. Сейчас мы тщательнее его перемешаем. Помешай, не как надо. Классно, первая жизнь делаю плов. Это, наверное, здорово. Позорься, позорься. Ну, а что позорься-то? Мы жили в такой стране, где плов как бы вообще не актуален. Она у меня мама делала, она делала так его, в духовке, в такой чугунной. Ну, это как Милана, бабушка у Миланы спрашивает. Милана, плов будешь кушать? Нет, я такое не ем. А рис с курочкой будешь? Да. Такое я ем, она сказала правильно. Друзья, продолжаем. Подошло время о морковке. Морковку будем туда ложить. Вы сильно так тапками не кидайте в нас. Мы первый раз это готовим. Получится, не получится, не знаем. Но все равно, я думаю, мясо ничем не испортишь. Мясо всегда вкусно. Чтобы вышел лишний крахмал из лиса, тогда он будет рассыпчат. Век живи, век учись. Ты людей в заблуждение не вводи. Да мы с тобой не готовили плов, а плов Арина-то умеет это делать. Ну да, но я все-таки тоже не повар. Ты же своих кормила плов? Это кормила, да. Да, это кормила. Друзья, морковка, погнали. У нас как в турецком сериале. Вокруг две Иры шуршат. Он скажет, Ира, и мы обе. Чувствую себя султаном-поваром. Я боялась, что ты это скажешь. Султан и повар, это несовместимо. Так ты определись. Ты султан. Это нынешние реалии Турции. Ага. Повар-султан. 21 век. Да. Да, мой повелитель. Можно закончить съемку. Да. Друзья, попробовали, вот это, покажи, Ира. Попробовали вот эту уже нашу мешанину. Я уже так могу есть. Без риса уже вкусно. Кто сомневается. Добавляем рис. Мы добавили еще специи. Сколько мы, Ира, положили? Наверное, три столовых ложки положили специй. Пахнет вообще аппалит. Запах хороший, да. И соли добавили сразу со специями. Сейчас мы дольем водички. А, я думаю, не надо посмотреть. Не, надо чуть-чуть, надо. Вода должна рис покрывать. Да. Так, чеснок. Давай куда-нибудь и сюда. Давай. Ну, спиночку. Накрываем. Ну и все. И ждем. А, водички, стаканчик. Тюльпанчик водички, да. Делает как профессионал. Наверное, по телеку видел. А, или YouTube тебе в помощь был? Да. Все, накрываем, друзья. Крышку не найду. Вот на столе. На столе сзади. Крышку нашел. Погнали. Ждем. Огонь на минимум. Сейчас у нас пол четвертого. Девочки наши, Аня и Аня, и две молодушки еще, Лиза и Мила, придут где-то в пять. Пока помоют руки, помоются. Будет плов готов. Друзья, ну что, приоткроем немножко завесу тайны. Откроем крышечку. Посмотрим, что там. А, вот он наш Ризик. Как вам? Пусть еще немножко постоит и будем пробовать. Ну что, друзья. Ира, открываем плов. Наконец-то мы у нас где-то с трех до пяти, мы его два часа. Мы его тушили, 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 тушили. Вот он готов. Мы попробуем сейчас. Друзья, я еще раз вам говорю, что это первый раз. Мы первый раз делали плов. Такой, как бы, типа настоящий. Открываем. Вау. Аромат какой идет. Открыли. Насчет аромата, ну и говорила Ира, что нам вчера на рынке мы подошли. Они сказали, что нам приправ для плова, он сделал нам прям свой пакет из Несхи, там, и шафран, и что-то его не накидал. Но запах, я вам скажу, да, шикарный. Итак, пробуем. Вот такое блюдо мы его выложим. Вот он у нас такой. Давили Ирине мешать наши гости. Ой, мясо какое красивое, смотрите. Что у нас там получилось. Вот, вот, вот. Да, ничего не пригорело, все отлично. А мясо прям вообще какое. Запах, да. Идеальное. Смотри, какая красота. Пахнет как. Мясо шикарное. Мы боялись, что может быть мясо как-то будет жестковато. У нас говядинка, но нет, по виду хорошо. Вид красивый, надеюсь, что и вкус хороший. Да. Девчонкам нашим. Решили прямо отсюда положить. Да, вид красивый. По-моему, все получилось. Это Анна, наша соседка, все уже знают. Ну, в общем-то, дети попробовали, дети сказали, что вкусный. Очень. Очень даже, ну все. Так, друзья, давайте узнаем мнение плова. Ну, Ирак, ты, какое мнение? Вкусный, да, плов получился просто изумительный. Вот, смотрите, рисинка к рисинку. Все прям вот отлично, отлично. И вкус, и цвет хороший, и запах очень приятный. Ну, и главное, ценители, как получилось или нет, дети, они не обманут. А если они кушают, им нравится, значит, мы справились. Это правда. Ведь дети едят, но и даже без детей все очень вкусно. Как по мне, так я вот скажу, что, например, с бараниной мне нравится больше. Прямо сделать с говядиной, потому что я говорил, что некоторые люди у нас не едят баранину. Поэтому мы решили так сделать с говядиной. Немножко так, ну, так, скажем, суховато. Вот мы ели с бараниной. Рис немножко такой, ну, скажем, ну, баранина, она пожирнее. Поэтому так более поприятнее. Но вкусно, очень вкусно. То есть приправы придали действительно хороший вкус. Понравились. Молодец нам собрал сейчас сбор приправ, сделал на рынке такой хороший. Так что, приятного вам аппетита и всем вам. Друзья, сидели мы, сидели. И пришли наши подписчики из Москвы. Здесь нам подарок, сидели. Теплая встреча. Приятно, спасибо. Неожиданно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ариночка, солнышко. Тут непонятно, кто из вас, кто. Шелчонки, класс. А вы здесь живете, да? Нет, мы на месте приехали. И вот уже уезжать скоро через... Шелчонки, спасибо вам большое. Так красиво. Милан, открывай пробу. Открывай. Были в холодильнике. Давай вот так прям поставим. Давайте, девочки, давайте тортик. Какой сюрприз. Смотри, Миланочка, я просто не могла, что... Как, тетя Наташа улетела бы? Милан, ты где? Да, давай, Лизоньку тоже зови. Ну, а как же. А то их нужно будет куда-то... Друзья, вот такие у нас подписчики. Мы сидели, не ожидали. Они сами нас нашли. Они сказали, что нашли методом исключения, что видели, что мы живем в Касабьянке. Через четыре дня ему уезжать. Она сказала, как же мы уедем и не отдадим конфеты. Принесли нам, подарили вот такие конфеты. Настолько приятно. Друзья, спасибо вам всем, кто пишет отзывы, кто так встречается. Просто огромное спасибо. Это невероятно приятно. Вы не представляете, как приятно. Обалдеть. Друзья, мы расходимся. Так закончился наш сегодняшний день. День с пловом. Вот подписчики с нами из Москвы так и просидели до самого вечера. Сейчас я их поеду, отвезу на машине. А то все-таки уже поздно. И далеко им все-таки идти, где они живут. Это прилично. Конец. Доброе утро, друзья. Новый день. Сегодня Милана с Аней едут кататься на лошадях. Голос у меня еще до сих пор не восстановился. Давно они хотели, но вам покажу, как они уедут. Я с ними не еду, я до Мани камеру. Она все вам покажет, снимет. Как это? То есть взяли экскурсию катания на лошадях. Два часа. Вообще экскурсия трехчасовая. Два часа они катаются по лесу в Кыргаджаке на лошади верхом. И час там, время на какие-то сборы, обед, может. В общем, все покажем. Экскурсию брали, как всегда, здесь напротив Армаз Престижа у Селима. Да, забыл сказать, с нами едет еще соседка с дочкой Лизой. Они тоже мечтали, хотели. Ну вот, едут. Сижу в фойе, жду их. Сейчас выйдут наши конные братья. Даже интересно, как не испугаются, проедут. Интересно все-таки по лесу, прямо на лошадь. Милана немножко каталась, так что посмотрим. Вот они идут. Привет! Привет! Милана, ты готова? Я очень готова. Молодец. Мама? Я всегда готова. Я коней люблю. А я обожаю коней. Ну, сейчас мы все увидим. Вот еще одни. Еще одни-то были. Аня. Лиза. Телефон забыла. Мы ждем. Я быстро. Вот они, любители лошадей. Я сегодня толком не спала. Я лишь за 4 минут попала. Лиза моя голожня, как сутная муха. Она просто была не все. Отряд идет на коней. Первая конная прогулка в Турции. Так что ждем. Мы должны перехать автобусом. Все, друзья. На нашей группе приехал автобус. Вот он. Здесь он форсклаб. Я с ними не еду, поэтому передаю камеру Анне, и она вам все покажет. Да, я буду снимать. Так что немножко меня будет. И коней. И коней. Так, ну что. Мы приехали. Мы одели безопасность на головы. Вот они. Все наши девчонки. Это Лиза что, Милана? Это Лиза? Кто не помнит, да? Народу немного. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там у нас. А здесь, смотрите, виды какие открываются. У нас куда-то наверх, далеко вверх везли, везли, везли. И вот всякие плантации. Морюшко. Очень красивая дорога была сюда. Да, дорога красивая. Вот наши лошадки их одевают. Эти украсявцы. Милана, у тебя Мустафа. Конь Мустафа. Так, дочь мою не обижать. Мустафа, ты понял? Мне сказали, так как я опытный наездник, у меня будет самый псих. Немножко неуправляемый. Да, вот он уже ко мне идет. Зовут его Доллар. Ну, конечно, по евро больше. Ну, Доллары мы тоже любим. Ой, маленький, тебя намазали. Ты мой будешь сегодня. Дай я тебе покажу, какой ты красивый. Ай, нане, нане. Черное, коричнево-белый. Васи. Ребята, мы дружно движемся в горочку. Ребята, смотрите, какой вид мы идем. Раньше была только бумага. Раньше. Вообще красота. Мой Доллар. Красоту. Тишина, цикады, оливочки Он знает, что ты есть, но он знает, что ты Жарко, я вся теку Это мой Мустафа Твой Мустафа Ты слышал, как я тебе? Покажи зубы Ну что, расскажи Ну, мне очень нравится, я покормила своего коня Мусти, Мустафу своего, да? У меня черный самурай, он очень добрый И говорят, что ему 13 лет Ну, мне тоже очень добрый У тебя тоже 15 или 16, Милан, Мустафе А твой вот черный, который, он вообще дикая лошадь Его поймали просто в горах и приручили Он до 3 лет вообще не видел людей и не знал, что это такое Представляете, да А твой вот доктор, он лечит больных деток Вот это, как лечение называется, не скажу точно Ну, в общем, да Ну, в общем, да Какие-то реабилитации Да Но тебе нравится? Да, мне нравится, особенно мой Мустафа Да, Мустафа Так, вот это вот Миланин Мустафа Вот он, красавец Это Анин доктор Здравствуйте, доктор Извините, пожалуйста Все За пару слов вас можно? Нет, нельзя? Так, это Лизин самурай, который дикая лошадь Просто словленная в турецких горах Самурай Вас на пару слов можно? Ой, спасибо большое Как вы живете? У вас все хорошо? Да? Ну, хорошо Так, ну и мой красотун Доллар Он немножко Дурная лошадь, как сказали Такой псих Привет, мой дудачок Думаю, сладкий Так, ну так и тебе сказали Что вот ты Особенный характер у тебя Да Но ты красивый Ты чешешься, кайфуешь Вот это видон Вообще красиво Сахарком угощают Теперь мы идем по горам Лиза Лиза Утопия А там вот развалины Старый город Как Сиедра называется, да? Античный город Античный город Сиедра Там пустах нет Сейчас мы еще приедем Там будет родник Где можно попить воды Опа, на, давай, давай Вперед Молодец, мой конь Тыгадык, тыгадык Заходим в аллею оливков Красиво пойдем Какой тут воздух Просто вообще Вот эти вот сосны Или я не знаю, что это и хвойные Так приятно пахнет Что, девочки, устали? Пригорюнились? Нет, я не устала Я сидела на своем любимом устике А я на меня сахар А ты, девочка, Аня Я бы попила уже еще раз И скупалась бы А так все хорошо Давай Перекличка была Там вот на горе еще лошади И мой прям звездный конь орет О, сейчас будет еще, давай Какая красота сзади меня, да? Крутя Крутя Мы уже идем вниз Спускаемся Еще минут сорок идти До нашей начальной точки По красивым видам идем Но жарко очень Солнышко печет сильно Ветерка нету Тучек нету Ну что, последние пять минут Нам сказали слезть И везти своих лошадок Только мою забрали Потому что он псих Вот он так вот любит делать Мы любим его мотоцикла Остальные все идут спокойненько У Миланина вон лошадь идет Ну да, наклон сильный Скользко, бедолагам Тетю не хочет Красота, да и только Какие девчонки С пацанами Пацаны Огонь Турецкие Ой, аж прочертил Он там, да Маленький спуск Давай, давай Молодец Молодец Ты победила Ура Ну что Наша конная прогулка Подходит к концу Идем обратно Уже потихонечку Коняшки устали Мы довольные Классно все было Сейчас у девчонок спрошу Как им понравилось или нет Ну конечно понравилось Дети в восторге Да и мы тоже Классно было Ой, а что у него с усами Не нравится что-то ему Он такой большой какой-то очень Смотри, как их моют Все стоят задами О, как классно Не надо кидать, Лиза Кидать, Соня, не надо Вот, Катю Ой, да, спасибо Как им хорошо Ну что Что ты скажешь? Что ты скажешь? Подведем итог Устали Устали На солнце Жарко было Не, ну Классно же было Девчонки Ну понравилось Сейчас мы покушаем Полежим И вообще эмоции придут другие Правда? Да Пока хочется Лечь на диван Да И на ду Ну так вообще было все классно Оно было классно Очень здорово Продолжение следует...